Некому на сегодняшний день контролировать. Кого растеревать, господа? Кого растеревать, не награждать? Вот, наконец-то в Сталина вспоминаешь, Марина. Некому сегодня эти деньги просить, я уж так говорю, контролировать. Вопросов по работе региональной системы 112 у депутатов много, но адресовать их некому. Миллионы, предусмотренные на развитие службы, несколько лет пролежали в краевой казне без дела. На разработку проектно-сметной документации и создание системы 112 в период с 2012 по 2014 годы в краевом бюджете предусматривалось 32,1 миллиона рублей, из которых профинансировано только 96 тысяч. Это крайне низкий результат, или 0,3%. В итоге 112 в крае существует 4 года всего лишь как диспетчерский пункт. Операторы либо переводят входящий звонок в полицию, скорую или спасателям, либо консультируют горожан, кому обратиться за помощью. Примерно по такой схеме работают службы по всей стране. Татарскую историю обсуждают уже несколько дней. Рыбак, которого преследовали бандиты, несколько раз набирал 112. Оператор советовал ему звонить в полицию. Позже мужчину нашли убитым. У вас есть другая система связи. Если человек до внутри не может дозвониться, где гарантия, что вы также не сможете дозвониться, и человеку, которому нужна экстренная помощь, вы будете терять время. У вас есть другие связи? Нет. Отдельные каналы связи пока лишь в планах. Возможно, к универсиаде. А ведь система в идеале должна работать по аналогии с американской службой спасения 911. Автоматическое определение местонахождения абонента, восстановление прерванной связи, видеотрансляция места происшествия. И в Красноярске это возможно. Есть камера системы «Безопасный город», работает ГЛОНАСС. Движение необходимого для того, чтобы развивать данную службу, для того, чтобы эффективность повышать, его как таковой нет. Проектная сметод документации, которая разрабатывается, ну, со слов руководителей, присутствующих здесь сегодня, в недрах края, она должна была быть разработана еще в 2011 году. То есть вы понимаете, насколько мы отстали. В 2016 году край должен стать пилотной площадкой по модернизации службы экстренных вызовов. Но пока региональные власти даже не знают, сколько и на что именно попросить у Москвы деньги. Предварительно на перезапуск проекта понадобится более полумиллиарда рублей. Татьяна Потанина, Олег Голубин, Афонтова новости.